Истинами Твоими мы очень хотим слышать Твой голос. Господи, мы молим и просим, чтобы Ты благословил хор поющий. Мы молим и просим, чтобы Ты благословил наше общее пение. Мы молим и просим, чтобы Ты благословил слово проповедей. Управь всем этим служением и действуй Духом Твоим святым могущественно. Господи, мы особо хотим попросить Тебя за наших друзей, кто еще не примирился с Тобой. Работай в их сердцах и помоги, если Тебе угодно, чтобы и на этом служении были те люди, которые выйдут навстречу к Тебе и примиряться с Тобою. Господи, может быть, кто-то сейчас еще торопится на это собрание. Мы просим, чтобы Ты благословил и их, чтобы и они могли побыстрее приехать и разделить это общение с нами. Благослови все это служение. Мы веряемся в Твои любящие руки. Чудный наш пастырь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добры лукою века Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Радуюсь я слову Твоему, как получивши великую прибыль» «Радуюсь я слову Твоему, как получивши великую прибыль» «Отчего мы сегодня пришли в церковь на собрание?» «Я думаю, что это одна из причин тоже» «Порадоваться слову Божьему» «Я знаю, что если бы я это место процитировал где-то бы в другом месте вне церкви Меня бы люди не поняли «Радоваться слову Божьему» «Радоваться Библии и Евангелии» «Источники радости могут быть различны» «Вы предложите голодному человеку тарелку супа» «Подарите любимую игрушку, желаемую игрушку ребенку» «Для многих источник радости — это в обладании дорогими вещами» «Они нуждаются, они хотят иметь все самое лучшее» «Покупают, покупают и покупают» «И при этом не замечают рядом живущих людей, которые нуждаются в самом необходимом, простом» «Такие люди достойны не восхищения, а жалости» «Потому что только исчезнет эта роскошь» «И пропадает весь смысл жизни, вместе с ней и радость жизни» «И пускай всякие телешоу существуют с поддержкой искусственного смеха, с помощью искусственного смеха» «Я сегодня хочу объявить вам, что все-таки настоящая радость не иссякла» «Христианство существует, и в нем самая подлинная настоящая радость и счастье» «Я скажу больше, что настоящая радость — это быть христианином» «Я благодарю Бога, что христианство дает нам не какую-то временную, а постоянную радость» «Это не минутное наше удовольствие, которое вызвано удачной шуткой» «Радость, которой даруется христианство, живет у нас всегда, даже тогда, когда наши глаза наполнены слезами» «Помните песни, которые мы поем в общем пении?» «Мы дети Божии, мы всех счастливы, мы всех счастливы на всей земле» «И это правда, это настоящий источник радости» «И это христианство связано с Библией, Словом Его» «Которая цель — привести человека в исполнение Духа Святым и наполнить его жизнь смыслами и настоящим счастьем» «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую радость» «Ни одно литературное произведение, ни одна книга в мире не претендует на обновление и изменение жизни человека» «Это способно сделать только Его Слово» В Его Слове возрождающая сила Его Слово способно пробуждать Его Слово способно спасать и преображать жизнь человека Я знаю, что так было со мной однажды Так было с вами однажды Тогда, когда мы разрешили услышанному однажды Разрешили прорасти вот здесь А что дальше? А дальше вот то, что мы видим сегодня с вами Мы рядом вместе в Божьей Церкви «О Слово дорогое, в Нем жизнь и полнота, сокрыто в Нем святое богатство, благ Христа» «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль» Знаете, дорогие друзья, я очень благодарен Богу, что в свое время мне посчастливилось жить и наблюдать, как братья радовались Слову Как они исследовали Как они накапливали вот эту прибыль Как они собирали вот это богатство Они всегда выделялись в церкви К ним тянулись люди С ними хотелось быть рядом Они еще сегодня есть А многие говорят, что это живая энциклопедия Многих уже нет И мы сегодня с печалью и болью переживаем А будет ли достойная замена? Жаль, что сегодня многих молодых людей не радует Слово Не увлекает Не побуждает Не трогает И если нет этой радости Исследовать Слово Божие Очень скоро Молодые люди почувствуют поражение Потому что без этого накопления Без этого богатства Нам не справиться в этом мире С его соблазнами и искушениями Верующие люди наблюдают С печалью Как разлагается этот мир сегодня Как одобряются и принимаются Безбожные законы Как многое ранее запретное Становится легальным и доступным Но, дорогие братья и сестры Мало осуждать разложение Мы сегодня призваны с вами Я и каждый из вас Призваны Чтобы предложить взамен Предложить взамен Живое, святое Слово Могущее Изменять Обновлять И спасать Слово Которое единственное Способно принести благословение В жизни человека Господь говорит Иисусу Навину Да не отходит Себя книга От уст Твоих Но получайся в ней День и ночь И что тогда? И тогда ты будешь успешен И будешь поступать благоразумно Благословение придет В твою жизнь Да не отходит Себя книга От уст Твоих Читать и исследовать Это не только Радость И личное наслаждение Это огромная Ответственность Перед людьми Среди которых Мы живем Помните Слова Христа Учителя Благого Сокрыты в нас В сердечной глубине И ты и я Мы все письмо Христово Его читают люди на земле И дальше Читают люди жадно Нашу книгу Они увидят Господа хотят А хорошо ли письмо Христа в нас видно И сможет ли прочесть Что нужно Взгляд Наверное Каждая в семье Есть какие-то Свои переживания Свои боли И Давид говорит Если бы не закон твой Был утешением моим Погиб бы я Вовек не забуду Повеления твоих Ибо они оживляют меня Я знаю Что для многих Миллионов людей Достаточно было Несколько слов Живых слов Из его слова И вновь сердце Наполнялось миром И вновь жизнь Наполнялась Смыслом При умножении Скорбей моих В сердце моем Утешение Твои Услаждают Душу мою Братья и сестры Церковь дорогая Мы не имеем права Уходить из церкви Голодными Слабыми Подавленными Мы не можем Оставлять церкви Такими Как мы пришли Сегодня Господь Позаботился О том Чтобы мы были В церкви Чтобы мы Порадовались Сегодня Слову Его Я знаю Что сегодня Господь Сделал Со своей стороны Все Чтобы мы Порадовались Слову Его Чтобы мы Накопили Какое-то Богатство Сегодня Он со своей Стороны Сделал Все Наша Ответственность Чтобы Слушая Сегодня Услышать Помните Как Господь Обратился К Самуилу В храме Самуил И Самуил Отвел Вот я И так Было Трижды И Самуил Отвечал Вот я Господь Не это Ожидал Он Обратился К нему Четвертый Раз И в Четвертый Раз Что Сказал Самуил Говори Господи Ибо Слышит Раб Твой Вот это Он хотел Услышать Господи Помоги Чтоб Сегодня Многие В нашей Церкви Слушая Услышали И перед Тем Как вас Пригласить На молитву Я хочу Предложить Давайте Вместе С Давидом Скажем Радуюсь Я Слову Твоему Аминь Помолимся Господи Я не буду Нуждаться Он Покоит Меня На Сласть И Почит Я Господь Пастырь Мой Я Посты Позволь Я Возволь 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 Мой Позволь И водит в меня, водит в меня, водит в меня. Потрепляет душу, направляет меня на свете правды. 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 Боже милосердный, Боже праведный, мы к Тебе приходим в этот утренний час. Благодарим Тебя за слово жизни, которое еще сегодня ободряет нас, Господи. И мы действительно радуемся Слову Твоему, когда мы его слышим. Дай только нам не только слушателями быть, но и исполнителями. Господи, мы сегодня пришли в Дом Твой и принесли Тебе те пожертвования, ту лепту, которую Ты хочешь от нас видеть, Господи. Благослови, чтобы мы это все делали, как для Тебя, с радостью. Господи, зная, что Ты восполняешь всякую нужду. Благослови, Господи, народ Твой, дай пожертвовать это, как для Тебя, на дело Твое, чтобы это приносило плоды для людей, для Тебя. Благослови каждого в отдельности, Отец и Дух Святой. Аминь. Иисуса, 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 Иисус Тебе плодам, Иисус Тебе плодам, Иисуса, Иисус Тебе плодам, Иисус Тебе плодам, Иисус Тебе плодам, Иисус Тебе плодам, ПЕСНЯ ПЕСНЯ Любовь Христа меня преображает, в путях земных дарует мне покой. Для вечной жизни Бог приготовляет день ото дня, и я становлюсь другой. Влечет меня свет неба чистый, безоблачный, лазурный, неземной. Влечет Иисуса взор лучистый с Голгофского креста. ПЕСНЯ Спаситель мой, однажды мое сердце покорил ты любовью и безмерной красотой, Которой на земле я не видала. Пленил Господь небесной красотой. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Твою ко мне любовь Блажен кто в жизни среди горя терпел всегда и бодро шел Кто не стремился знать в чем Божья воля и славы в мире не обрел Кто не стремился стать повыше в своих делах среди друзей Кто голос бедных мира слышал и помогал рукой своей Кто жил с Христом в его заветах Старался жить для всех и всем Был верен строк своих обедов А для греха был глух и нем Блажен кто ненависть людскую Любовью может побеждать И свято верить жизнь иную Кто может в горе не роптать Блажен кто любит в наше время Кто искры веру сохранил Кому не страшно жизнь и бремя Кому не страшно среди могил Тот обретет Христа обитель Венец из рук его возьмет И на земле он небожитель Как счастлив тот, кто там живет Аминь Как прожить на свете Без любви Без любви святой Не зная Бога Без тебя, мой Бог, печальные дни В сердце пустота В душе тревога Без тебя темно Без тебя нет счастья Без тебя тоска Сердце рвет на части А с тобою я Забываю беды Забываю боль Ты моя победа Только ты умеешь так любить Только ты способен дать прощенье И отцом И отцом, и другом Моим быть Укрепляя веру И терпенье Без тебя темно Без тебя нет счастья Без тебя тоска Сердце рвет на части А с тобою я Забываю беды Забываю боль Ты моя победа Забываю беды Забываю беды Забываю беды Если ты со мной Я не боюсь Трудных и опасных испытаний Именем твоим с грехом борюсь Быть с тобой Быть с тобой Предел Моих желаний Без тебя темно Без тебя нет счастья Без тебя тоска Сердце рвет на части А с тобою я Забываю беды Ты моя победа Забываю беды Без тебя темно Без тебя нет счастья Без тебя тоска Сердце рвет на части Без тебя тоска Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Я иду и приду беззакатному солнцу любви! Я иду и приду беззакатному солнцу любви! Слава Господу! Всю неделю, на протяжении всей недели в нашей церкви находится гость, брат Николай Андреевич Колесников. И нужно сказать, что брат этот являлся и является на сегодняшний день одним, наверное, из самых долголетних служителей нашего братства. Мы рады тому, что Бог благословляет братства наши, церкви наши тем, что у нас есть старцы, есть мудрость в седине. И мы очень рады, что он посетил нашу церковь, и что на протяжении всей этой недели мы верим, что через него Бог нас будет обогащать. Итак, сегодняшняя тема, которую мы будем слушать, она называется следующим образом – «Встреча с Богом». Приготовимся слушать Слово Божие! Слава Богу! Мы, наверное, с вами испытаем то, что испытал когда-то Давид, и это записано в 121-м псалме. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Почему же он возрадовался? Он возрадовался тому, что туда придут все колена народа Божия, и мы пойдем и явимся пред Господом. Вы знаете, возрадовался я. Это счастье – встретиться с Богом, встретиться на этом месте. Ну, когда вот кто в аэропортах бывает, и там много суеты, много рейсов приходит, и люди там должны искать один другого. Есть такое место, где висит плакатик, где говорится «Место встречи». Да? Ну, тогда уже идти. И где, думаю, встреча? «Место встречи». Сегодня место встречи в этом помещении, в молитвенном доме. У нас с вами встреча с Богом. Как? Через Его Божественное Слово. Он будет сегодня устами немощными нашими говорить. Но пусть сегодня эти слова, которые будут произносить со мною и, как произносилось с братьями, одухотворятся и примутся не как слова человеческие, а как Божия премудрость, Божия благодать, Божие благоволение к каждому из нас. Да проговорит в этом нашем служении Господь к нам. И да поможет нам Господь в этом. И даст нам Господь силы, чтобы мы действительно почувствовали. А с нами-то Бог. Почему? Ну, потому что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди вас. Я удивляюсь всегда и думаю. Двое, трое, знаете, встречаются очень часто. И таких встреч на земле очень много. Люди по разным причинам встречаются. Но здесь сказано «во имя Мое», сказал Христос. То есть во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому мы счастливы. Счастливы, что это слово сегодня дает нам этот прибыток, дает это обогащение, обогащение нашего разума, обогащение нас в духовном состоянии. Это прибыток, плюс, который мы с вами имеем. И да благословит нас в этом Господь. И поможет нам, чтобы действительно наше служение, которое мы совершаем во имя Господа, прежде всего от Него, для Него и во славу Его, и во спасение каждого из нас. Потому что мы с вами участники этого. И вот я хотел бы эту тему сегодня предложить всем нам, для того, чтобы нам так поразмышлять. Ничего нового вы не услышите. Мы все поднимем места Священного Писания. И, наверное, даже те, которые все хорошо знаем, хорошо известны. Но давайте обновим их в себе. Давайте еще раз взглянем на те истины, которые Бог когда-то совершил, которые когда-то сказал, когда-то сделал. И пусть они сегодня будут нами. И первое место, которое я прочитываю, записано в книге пророка Амоса, 4 глава. Мы прочитаем с вами 12 стих. Книга пророка Амоса, 4, 12. «Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего». То есть вот описано все. Бог все рассказал, сказал, «Я вот так и так поступлю». Но ты знай тогда, что произойдет особый момент, это встреча. Ну и еще мы с вами прочитаем из 2 послания Коринфянам, 5 глава. Здесь в 12 стихе такое слово сказано. Господь говорит через уста апостола, 10 стих, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам, мне, вам, вам, всем нам, да, должно явиться предсудилище Христова». Встреча серьезная. Причем какая? Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Ну, я думаю, знаете, встречи бывают разные. Встречи бывают неожиданные. О, встретили, я давно не видел. Тут смотри, интересно, как мы встретились. Я сейчас летел сюда, вот, в Москве. Идем на посадку в самолет, меня вдруг за плечо, вот, дергает. Племянница моя, а она отсюда, спринтфильт. «Дядя Коля, а вы что, куда летите?» Я говорю, туда, в ваши края. Вот. Я говорю, ну ладно, Марина, мы сейчас сядем, еще будем лететь 10 часов, поговорим. Все, самолет, смотрю, а ее нету. Она, оказывается, в Ташкент летит. Только гей-то у нас рядом были, и она увидела. Так смотрите, мы место-то встречи имеем, куда кто полетит-то? Делая добро, полетят в сторону тому, кто поделал добро. А делал злое, куда полетят? Ну, тем, кто делал злое, правда? Поэтому в этом отношении встречи бывают мгновенные. Вот мгновенно, а мы и не поговорили, и не побеседовали, все рассталось, и мы расстались. Ну, надо было еще вот это спросить, вообще вот это спросить. Давайте сегодня мы с вами встречаемся с Богом. Встречаемся через Его Божественное Слово. Давайте помыслим это. Мы шли сюда для этого. Мы шли для того, чтобы явиться, для того, чтобы послушать, для того, чтобы пообщаться друг с другом во имя Господа, и чтобы Господь был вместе с нами. Неожиданность. Запланированная встреча. Желанная. Нежеланная встреча. Все это может быть. И я хотел бы, чтобы мы с вами это немножечко так осмыслили, взирая на Священное Писание. То есть там есть много примеров, которые приведены. И вот это было бы очень хорошо. Мы помним с вами одну из первых встреч, которая записана на страницах Священного Писания. И записана она в третьей главе книги Бытие. И здесь сказаны такие слова в 10 стихе. «И сказал Адам, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах...» Неожиданно. Вот как вы думаете, когда... Ну, у нас было, у каждого, по-моему, такое было. Вдруг кто-то неожиданно пришел к нам, а мы в домашнем, да еще, не дай Бог, в спросоне, понимаете. И мы говорим, постойте, постойте одну минуточку, сейчас приведу себя в порядок, правда? Вот такая вдруг неожиданная встреча произошла у Адама с Богом. Он нах... Я вот только сейчас тоже был в Детройте, и мой двоюродный брат, ему 77 лет, он говорит, что за сон сегодня приснился? Мне к собранию идти надо. А я, говорит, оказался без брюк, в трусиках только. Думаю, ну как же я на кофе-то пойду? Я, говорит, аж пробудился в поту, и думаю, господи, да слава Богу, что это сон только был. Смотрите, апостол Павел говорит, встреча назначена, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. А встреча-то будет. А встреча-то будет. Поэтому Адам испугался. Нет, не только нахоты. Бог не в этом только увидел его. Но он сказал, а почему ты нахта? Ты что, наверное, ты поел от этого дерева познание добра и зла, от которого я запретил? Ой, да нет, да я-то и не виноват, но вот Ева тут, ну ты ее сотворил, вот она мне тут и подсунула. Виновата? Да ты что наделала-то? Она говорит, ну змей, которого ты сотворил, он виноват. Часто мы тоже слышим с вами эти же слова. Встреча-то встреча, но вы знаете, время, 21 век, традиции, все надо рушить, все надо развалить, понимаете? Теперь все должно быть по-новому. А нового-то нельзя обрели, а все старое. Старое-то сбросили, а на гешом ходим сегодня. Обнажились. Почему? Едим не с того дерева, с которого надо кушать. Питаемся не той пищей духовной, которой надо питаться. И вдруг мы встретимся, и тогда Бог скажет, ты ел, наверное, отсюда? Вот с чужого корыта хлебал? И оттого ты оказался в таком положении. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы наша встреча, которая планируется, и неизвестно, когда придет, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий, но знайте, что Он придет. Он придет. И в час, который ты не думаешь, найду на тебя, говорит Господь, да? В час, который ты не думаешь, и произойдет встреча, а тогда что? Куда бежать? В какие кусты бежать-то? Потому что встреча-то нежеланная для кое-кого. Для тех, которые едят, не с того дерева, которое должно быть. Потому что Бог-то все деревья предложил, правда? Вот вам сад, кушайте все-все. Вот это только дерево, не кушайте с него. А это обязательно надо с него. Потому что, ну, знаете, мы свободные же люди, да? Мы уже с вами говорили в пятницу, мы свободны. Нам хочется свободы, ну, свобода. А хватаем-то не то, что полезно. Едим не то, что дает нам здоровье, благополучие, духовного разума. Поэтому вот, она произошла, кажется, ожиданно, и в то же время нежданно для Адама с Евой, да? Потому что Бог-то каждый день приходил, в прохладе дня, общался, и всегда они были готовы, и всегда были с радостью. А здесь вдруг оказались в таком положении. Я помню свое детство. Я, конечно, еще всего не разумел. Но когда мама уходила куда-то на работу, на пашню шла, она же нам, ребятишкам, все время наказывала, смотрите, это вот не трожьте, не лезьте, вот все, все храните, берегите, с дома не убегайте, все будет на место. Ну, как это все, да, все родители доделают такой наказ своим детям. Ну, и так произошло. Но она меня взяла с собой, а меньше его брата и сестру оставила. Ну, мать есть мать, подходит к дому, уже чувствует, что не все в порядке. Что-то тут дети наделали. Вот. Ну, и когда уже заходит день, а они раз и лягли, и спят. Что? Мать, видишь же, все. Они крыночки все послезали, сметанку послезали, баловались там, разбили, там разлили. И теперь мама идет. Теперь мама, надо прятаться. Скорее в подушку. Все, спит, ничего, все в порядке, да? Да нет, беспорядки. Вот так бывает в нашей жизни. Не дай Бог придет. Он говорит, смотри, сын мой, дочь моя, ну, ходи предо мною, потому что я святой Бог, и будь непорочен. Не блуждай по этим различным местам, где ты можешь оскверниться. Поэтому встреча с Богом, действительно, как это прекрасно, если она пройдет и неожиданно, хотя мы знаем, что Он придет, и произойдет так, когда сердце обрадуется, скажет, ну, слава Богу, ну, вот, Бог наш, на Которого мы уповали, мы читаем об этом с вами в книге пророка Исаии, там так хорошо сказано, наверное, это 61 глава, мы сейчас прочтем это место, и вот это прекрасно, это Бог, на Которого мы уповали, это надежда наша, да, это 61 глава, мы читаем так, такие слова в этом, с 8 стиха в 61 главе, «Ибо я Господь и люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам, награду им поистине и завет вечный поставлю с ними». Вот, смотрите, явлю и дам награду, ну, хорошо, если для награды, воздам им по делам их, то ли награду, то ли выговор, поэтому это тоже имеет свое серьезное значение, пусть же Господь благословит нас, чтобы эта встреча произошла, произошла так, чтобы нам с вами оказаться добрыми. Когда мы читаем с вами 22 главу книги «Чисел», мы все с вами знаем пророка Валаама, языческого пророка, но пророка Господнего, он знал волю Божию, и, казалось бы, все, ну, мы знаем с вами, какая у него произошла неожиданная встреча, он тут шел по призу царя, да, ну, царь ему обещал большие дивиденды получить, вот, вознаграждение, даже полный дом серебра, ну, как тут, ну, серебро же полно, все тут будет у тебя. И вот в данном случае он говорит, да нет, Бог-то запрещает идти на эту гору, чтобы проклинать, ну, же не на этой горе, ну, Бог на этой запретил, давай на другую, давай на третью, и вот он идет с горы на гору, и все-таки пошел. Пошел, а тут, ну, как он пошел, он, пророк, видимо, жил неплохо, осел у него был, вот, у нас Мерседес у кого-то, а у него осел, он на ослаты сел, да, поехал, вот, включил передачу, едет потихонечку туда труском, вот, а вдруг ослится раз и раз, и остановился, и крутится, он, что такое, в пустыне, все, открыто, никто не стоит, нигде ничего нет, что такое? Он начинает ее бить, ну, вы знаете, бичечком, кочмой, как это называлось у нас, бьет ее, бьет, а она туда в сторону, в другую сторону, да прижала ногу ему, он разгневался, еще сильнее ее бьет, а она вдруг начнет говорить с ним, ты за что же бьешь-то меня? А он, как апостол Павел говорит, забыл, что ослы-то не разговаривают, он вдвоем только, он говорит, как за что? Да ты же не слушаешь меня! А она говорит, а я когда тебя не слушаю? Ты всегда такова! И так как он размахнулся, глянул, а ангел стоит с обнаженным мечом. Встреча! Встреча с Богом! Он опустил кочму и говорит, а я не знал, что ты здесь. Так мне что делать, идти дальше или вернуться? Вы никого не узнали? Себя там не узнали, а? Когда там на кухне-то ссоритесь? Когда там говорят, я тебя знаю, я тебя знаю, что ты вот такая, а ты такой, а ты такая. Господи, а ты здесь, нет? Здесь! Здесь! Я здесь! Вы понимаете, мы, наверное, забываем, ведем себя так, что как будто Бога не существует, а он здесь! Он в данной комнате с нами, он на кухне с нами, он в магазине, он на улице, он на работе вашей, он у компьютера твоего сидит вместе с тобою и смотрит на тебя, не в компьютер! Ты что здесь оказался? Ты что здесь делаешь? Вдруг неожиданная встреча, а он явится в этот час. И тогда мы говорим, да я духовно немощен, да как, откуда села-то? Мы сегодня только слышали, слово надо, словом надо питаться, делать надо благое дело, и тогда будет все хорошо. Таким образом, действительно, вот такое положение встречи, неожиданной встречи для пророка, который и знал, что он все-таки Божий, знал повеления Господни, но увлекся, да настолько увлекся, что забыл, что Бог-то все равно видит каждого. Сохрани нас, Господь, от наших увлечений, чтобы нам не обольститься самими собою, чтобы нам не забыть, кто мы есть, чтобы нам не забыть звание избрания, в котором мы находимся, чтобы день тот не застал, кого из вас вдруг неожиданно, нечаянно, и меня в том числе, и в то же время не подготовленными к этой встрече. Поэтому, действительно, вот эта встреча, книга Иов, 31 глава, мы уже говорили в пятницу об этом, и я повторяю ее, и думаю, это неплохо, для того, чтобы нам запомнить все-таки, что такое есть, написанное, и вот здесь Иов говорит следующие слова, если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор между собою, ну, человек был богатый, у него были сотрудники, работники нанятые, и вот какая-то тяжба между хозяином и работниками, не знаю, может, зарплаты не доплатил, может, не докормил, может, что-то, ну, он говорит, вдруг бы так вот произошло, и вот он дальше говорит, и таким образом, чтобы произошло спор, то что стал бы я делать, когда бы бог восстал? О! Он не говорит, что я буду делать, если меня на суд вызовут, а вот там юрист начнет заниматься, прокурор, что я буду там делать? Нет-нет, он об этом не говорит, он говорит о высшем, он говорит о том, что если бог встанет, и вот в этот час взглянет на меня, то что я стал бы ему отвечать, и когда он взглянул на меня, что бы мог отвечать ему? А вы помните, на кого взглянул Господь? На Петра, когда он там у костра грелся, и когда к нему подошли, сказал, и ты оттуда, ты из них, ты из баптистов, кажется, а что ты в кинотеатре сидишь, а? Что не в молитвенном доме-то? Ты каждая тоже из баптистов. Я видел тебя там, ты в молитвенный дом ходила, а что ты тут на дискотеке-то делаешь, а? Не знаю тебя, не знаю, откуда ты, не знаю, что ты говоришь. Нет, 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 я этого человека не знаю. Иисуса Христа, да? И Христос взглянул на него. И что случилось? Встреча с зором произошла. И Петр вспомнил, Господи, что же я наделал? И вышед заплакал, Господи, будь милостю ко мне, не произойдет он с кем-то. Не произойдет, когда Бог взглянет. Ведь мы живем, как будто Бога нет. Молодежь живет, как будто Бога нет. Забывают. Думают родители тут со старыми своими традициями и так далее. Жив Господь! Видит Господь! Знает Господь! Что стал бы я делать, если бы Бог вас стал? Поэтому, когда мы разговариваем друг с другом, когда мы беседуем, когда мы спорим, когда мы доказываем, а что мы будем делать, если в это время Бог встанет? Я был в Корее, в Сеуле, на конгрессе в 90-м году. Там была такая постановочка сделана, как мы иной раз бываем, вот такие декламации в виде постановочки. И там было показано, как две группы христиан, вот они так с мечами, друг с другом, борются, борются, и вдруг показывается явление Христа. Они тогда все мечи свои опустили и склонились, пришел Христос. А вы что делаете? Я Павлов, я Аполосов, я Кифина, я Христов и мечами друг друга, да? А Христос говорит, что вы делаете? Я для всех вас. Дети ссорятся и говорят, моя мама, нет, моя мама, нет, моя бабушка, нет, моя, нет, моя, да я ваша, ваша, и твоя, и твоя, и тот мне дорог, и другой дорог. Мы сегодня Господни, Богу, мы все близкие, все дорогие, и все, и совершенные, и несовершенные. Он знает нас и из любви нашей не наказывает иной раз, а милуя, дает нам возможность исправить свои жизненные пути. Встреча, встреча неожиданная вдруг произошла у Валтасара, языческого царя, вы помните, да? И это записано в книге Даниила, пятая глава, мы там читаем, он царь, завоевал Израиля, покорил Иерусалим, взял там все из храма, и когда развеселилось сердце при всех, и он решил показать, что он, ну он же царь, он повелитель, он над всеми своими богами всегда, так сказать, господствовал, ну над всеми языческими богами, конечно. И он думает, ты, Израиль, Бог, о чем для него? Он сказал, несите сосуды сюда, несите, и сейчас будем пить и веселиться, и докажем, что мы, а не Бог. И когда занесли и все, и налили, вдруг на стене что-то он взглянул, что это такое? Что такое? На стене кисть вышла и пишет, 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 пишет. Он задрожал, царь, был герой, был сильный, вдруг задрожал, в ужасе и вскричал, что это такое? Кто это происходит? Кто прочитает? Ну, быстренько. Я дам вам плату большую, все сделайте. Все собрались, никто не может. Как? Как? Ну, говорят, там Даниил есть, один человек Божий. Ты его призови, он, наверное, прочитает, что? И призвали Даниила. Я вам прочитал. А встреча, которая произошла, ты взвешен на весах и найден очень легким. Дорогие мои, братья и сестры, это нам. Мы легкие или все-таки имеем вес? Наш вес праведность во Христе и Иисусе. Наш вес благочестивое хождение перед Богом. Наш вес исполнение Слова, которое говорит Господь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и жива будет душа ваша. Покайтесь. Кто-то в собрании сегодня сидит и, может быть, вы оказались случайно, может быть, вы в семье родителей верующих растете, может быть, ваши родственники. Сегодня Бог с вами хочет встретиться. Покайтесь. Ой, это не время. А когда время? Ныне день благоприятный. Ныне день спасения. Бог дает шанс встретиться с ним. Встретиться не как с судьей, а встретиться как с милующим создателем, спасителем, прощающим беззаконием. Думайте. Мы будем еще говорить слово. Кто находится здесь, думайте. Вы сегодня имеете дело с Богом. персонально он здесь. Он не зрим, но он здесь. В нашей среде. Потому что слово его говорится сегодня. Поэтому действительно состояние царя оказалось ужасным. Он перепуганный, смешался во всех помышлениях своих. Он не знал, что делать дальше. Но понуждался, чтобы его ободрили, сказали, ну ты же царь, ну ты все-таки ну веди себя как царь-то. Царь-то царь, смерти-то не хочется, понимаете, а явление Бога это сильное. Мы знаем еще одну личность, она тоже записана в страницах Священного Писания, благодатная личность, хорошая, хорошо известна. Это один из ревнителей закона, вот, праведник закона Моисеева. Вы уже догадались, о ком я говорю? Саул. Он ревновал о Боге, он гнал церковь и заставлял верующих в Иисуса Христа хулить это имя. Ему мало оказалось, и он решил идти в Дамаск и оттуда ввести христиан сюда в Иерусалим для того, чтобы издеваться над ними. Когда он шел на дороге, произошла встреча, мы читаем, да? И вдруг свет с неба сиял его и сказал, Саул, Саул, что ты гонишь меня? Саул оказался смелее, чем Балтасар. Он сказал, ты кто? Что ты остановил меня? Он сказал, я тот, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражня. Вы знаете, что-то люди сегодня, некоторые говорят, Бог бы знамение дал, Бог бы знамение. Я сказал, вы такого хотите знамения? Кто ждет такого знамения, чтобы тебя вот так прямо на дороге остановился, куда ты идешь? Чего ты делаешь-то? Вы понимаете, мы желаем, мы даже сами не знаем, мы думаем, ну, мы такие герои, мы сейчас так, вот бы Бог, да вот бы взял, как мне иной раз говорят, ну, если Бог, то вот, что он взял бы, и с ворами поступил бы по-своему, и с бандитами, и с теми, и с теми, тому бы руку отхватил, тому бы ногу, если бы мы все калеками ползали бы сегодня, и все, у того руки нет, у того ноги нет, у того носа нет, у того глаза выкалывал, потому что у нас все, все мы порочны, правда? Бог по милости своей это не делает, но Он Слово Свое направил, и говорит, слушайте Слово Мое, и Слово Его, истина, и Слово произведет операцию, и кто крал, не будет больше красть, и кто сквернословил, не будет больше сквернословить, и кто пьянствовал, не будет пьянствовать, жилоразвратно перестанет, почему? Почему? Потому что Бог живой есть, потому что мы ожидаем с Ним встречи и каждый час мы предстоим при лицом Его и пробуждаясь, преклоняемся пред могуществом Ее, ищем встречи с Ним и молимся Ему, нашему Богу, живому Богу, обитающему в неприступном свете. Таким образом, действительно, различные встречи Савла, и мы помним с вами пророк Исаия, который тоже в 6 главе книги пророка описанного видел, превознесенного, который обратился к нему и сказал о том, чтобы надо пойти и потрудиться. Он сказал, я человек с нечистыми устами, ну как я, это не твоя проблема, это моя, ты готов? Тогда я очищу тебя. И Бог очистил его. Поэтому и сегодня, если кто-то есть нечистый, кто-то есть грязный, в грехах и беззакониях, вы доверьте это очищение Богу. Покайтесь, и Бог снимет это. Это сделает Бог. Своими усилиями мы ничего здесь не сделаем. Сегодня наши девушки, пришедшие уже в соответственный возраст, ожидают хорошего момента, когда им кто-то сделает предложение. Такая была девушка в Израиле, благочестивая, святая, имя которой Мария, мы все это знаем, да? Жила, как обычно, и вдруг свет озарил ее. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенно ты между женами. Ты зачнешь и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. У меня проблема. У меня нет мужа. Это не твоя проблема. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Сыраба Господня, да будет мне по Слову Твоему. Вы желаете иметь отношение с Богом? Молодежь, вы благодатны? Так отзовется Господь. Это важно. Не важно, что мы земные дела делаем. Но Бог желает, чтобы мы были достойны пред Ним. И сегодня Он пришел в нашу среду. Для того, чтобы напомнить о том, я Бог святый, я Бог всемогущий, я люблю тебя, и я простер к тебе благоволение. Это Божья благодать, поэтому пусть Господь благословит молодых девушек и юношей нашего собрания, сыновей и дочерей, внуков наших и правнуков, которые сегодня благоволят Господу. Тянитесь к Господу. Идите, прилепитесь к Господу. Дорожите этой честью быть в общении с тем, кто создал небо и землю, и все, что наполняет их, и который сегодня дает нам преимущественное право. Старички и старушки, Бог тоже сегодня желает, чтобы мы с вами оказались в должном состоянии. И вот человек в возрасте оказался в храме. Имеем его Симеон. Мы читаем с вами вторую главу Евангелия от Луки. Он шел с достоинством, что-то особо побуждало его, так хотелось, преодолел все свои старческие немощи, пришел, и вдруг ему говорят, вот он. Он чаял, он ожидал, и с радостью подходит и говорит, ныне отпускаешь раба твою с миром, владыка, ибо видели очи мои. Старцы, Господь желает, чтобы мы были достойными старцами. Встреча будет. Встреча с Богом будет. Будем ли благословенны? Будем ли подобны Симеону? Возрадуемся, примем его благодать в руки и скажем, видели, отче мои, спасение твое, которое ты дарил. Тут старушка была лет восьмидесяти четырех, Анна, дочь Фануилова, в старости своей служившая Господом, постом и молитвой, не отходя от храма. И она подошла. Слава Богу! Прекрасная встреча, правда? Но это встреча не Валаама, это встреча не Валтасара, это встреча не Исаавла, но это благодатная встреча праведников с своим Спасителем, со своим Богом, с тем, кто сегодня простер благоволение. Ученик Иисуса Христа, апостол Иоанн, был наказан, и наказывающие его решили изолировать его, чтобы слова проповеди его никто не слышал, и завезли его на остров Подмос. Самый отдаленный, никто, вот там теперь ты проповедуй, вот тебе, никого нету, живи там. Ну что ж, если Богу было угодно, наступил день воскресный, и мы читаем, что я был в духе, и вдруг на этом необитаемом острове явился тот, кто был мертвыйся, жив, кто ходит посреди семи золотых светильников, и сказал Иоанн, не бойся, я с тобою, с тобой нет никого, но я с тобою, с нами Господь. Дай Бог, чтобы наша жизнь, даже в одиночестве, не была одинокой, даже в трудную минуту, не была одинокой, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь от зла, потому что ты со мною, твой посох и твой жезл, они успокоивают меня. Таким образом, действительно, да благословит нас Господь, ожидающих и чающих пришествия Господа. И вот они стоят, так и смотрят, ушел, ушел, в небо ушел, и вдруг явился ангел. Первая глава книги, деяния, смотрит мужик галилейский, что вы смотрите? Он придет, придет таким образом, как видели его восходящими. Придет. Наши взоры сегодня, распростерты к небесам, мы ожидаем пришествия Господа нашего Иисуса Христа. В какой час, мы не знаем. Мы ждем его. И таким образом, наше ожидание заставляет нас, побуждает нас готовиться, готовиться. И так как я так поступлю с тобою, мы читали у пророка Амоса, то приготовься к встретению Бога твоего. Конечно, эта подготовка длительная, может быть, продолжение всей нашей жизни, но когда он придет, не знаю, придет ли ночью, я готов, придет ли утром, я готов, придет ли в полдень, я готов. Я готов, Господь, идти к тебе. Поэтому, да благословит нас Господь, все грядет, и воинство его с ним, для того, чтобы взять своих от земли. Поэтому, пусть Господь благословит, ликовать спасенным, ликовать тем, которые сегодня ведут благословенный образ жизни своей, которые благословенны пред Господом, которые действительно могут воскликнуть так, как мы с вами читаем в 25 главе с 8 стиха. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так, говорит Господь, и скажет тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас, сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся, и возвеселимся. И правда, тогда, когда дети оставлены одни, напакостили, прятались, правда, а когда они ничего не сделали, выполнили все, бегут навстречу, вот, вот, мама идет, папа идет, да, мы ждем, мы ждем нашего Господа, Его явления, ждем так, чтобы одежды наши были сияющими, чтобы помышления наши были благословенными, чтобы жизненные взаимоотношения наши были мирными, чтобы мы с вами, ободренные, укрепленные Господом, освященные Словом Его, омытые, очищенные, могли бы выйти навстречу и сказать, Господи, истомилась душа наша, ожидая Тебя, слава Тебе, и Бог, явившийся во славе, распахнет двери вечности и скажет, войдите, благословенные, наследуйте дом Отца, царство, уготованное вам от создания мира. Господи, неужели это будет с нами? Будет, будет, так говорит Господь, для всех тех, кто сегодня ожидает явления Его, и поэтому, действительно, явим нам, чтобы явиться, действительно, в должном положении, так говорит Дух Святой через апостола Петра, когда мы читаем Его по Второе послание, здесь сказаны такие слова, 3 глава, 14 стих, «Итак, возлюбленные, ожидая сего, то есть встречи с Господом, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Вот, вы знаете, это прекрасно, да? Да благословит нас Господь, потому что мы знаем, что, да, может быть, жизнь наша закончится всем тем обычным путем, как положим человеком однажды умереть, но будет день и час, и находящиеся во гробах услышат глаз Сына Божия, и услышавшие, оживут. Но оживут, это еще не все, Пятая глава, Евангелие от Иоанна, 28 и 29 стих говорит, «Одни для вечного осуждения, а другие для вечной жизни, оживут». Итак, готовимся к встрече. А если готов, слава Богу. А если кто-то не готов, этот час предваряет нашу встречу с Богом. Как мы уже говорили, покайтесь. Поэтому пусть Господь благословит каждого присутствующего, когда будет гимн исполняться, когда будет еще продолжаться служение, когда будет еще делаться объявление. Если кто хочет покаяться, вы должны это сделать. Исполните ради своей радости, ради радости всех нас и для прославления Святого имени Господня. И если даже сейчас дьявол удержит вас, и вы все-таки этого не сделаете, пойдете домой, думайте об этом, о встрече. Каждый день, когда вы будете где-то, вы думаете, «А со мной это Бог? Он видит меня, Он знает, и это будет благоприятно». У графини Ливен был сын, ну, конечно, уже молодой господин, нянечка его была верующей бабушкой, но она не могла господину теперь уже прижедшем в возраст что-то говорить. Была она малограмотненькая, и она все-таки проповедовала ему. Когда она встречалась, она низко кланялась и сказала, «Добрый день, господин мой, как ваши взаимоотношения с Богом?» «Ничего, ничего, бабуля, у меня все в порядке». Слава Богу! Она каждый раз опять, опять, молодой человек подумала, она ведь все-таки каждый раз спрашивает меня, «Как у меня взаимоотношения с Богом?» «А правда, как они?» «Окажется, никаких взаимоотношений-то нет». Человек задумался. Задумайтесь, будет встреча, и каковы взаимоотношения с Богом, о нашему Богу, за эту прекрасную возможность, за это утро, за наше торжественное служение, за наше прекрасное общение во имя Его. Пусть будет слава Господу, радость и ободрение нам. Готовы мы, Господи, и поэтому пришли сюда, чтобы быть увиденными Тобою, да прославится Его святое имя в этот час. Аминь. Помолимся. Владыка неба и земли, Господь и Бог, слава Тебе, слава Тебе и в этот час дня за то, что Ты благоволил благословить нас так, что мы оказались в доме молитвы. Мы благодарим Тебя за это прекрасное общение друг с другом во имя Твое, и нам радостно видеть лица близкие, дорогие в Тебе, с которыми мы совершаем это служение. Но мы больше того возрадованы, что сегодня Ты посетил нас Словом Твоим, Который дает такой прибыток. Мы обогащены, мы благодарим Тебя за то, что Ты благоволиши к нам и снимаешь с нас поношение, и снимаешь с нас грехи наши. Слава Тебе, Господи! Но мы молимся о тех, кто еще не определился, кто еще вдали от Тебя. Мы молимся о близких и родных, о детях наших, о молодых, юношах и девицах среди наших, которые не всегда еще понимают свою ответственность. Молимся Тебе, Господи, но помоги им познать Тебя в глубине, в силе, в могуществе и сердечно подвергнуться тому, чтобы ходить пред лицом Твоим с преданным сердцем. Мы же, поклонившись Тебе, возносим честь, славу и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Сыну и Святому Духу. 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 Итак, дорогие братья и сестры, собрание наше подходит к концу. У меня есть еще некоторые объявления, и потом мы будем молиться. Но прежде я прошу сюда пройти брата и сестру. Ярослав Тигнори Дно. Дина Блухштейн. Дина Блухштейн. Она является членом румынской баптистской церкви в Бивертоне. Вчера у них было сватовство в присутствии свидетелей. И брат, который присутствовал от нашей церкви, он свидетельствует, что есть согласие и со стороны родителей, есть согласие со стороны этих двух молодых людей, чтобы создать семью. И мы рады тому, что создаются семьи, но я хочу сказать, помните, что вы еще не муж и жена. Вы жених и невеста, и Бог да благословит вас, чтобы в этом времени подготовки вы могли сделать все правильно. Потому что встреча с Богом будет и у вас. И об этом нужно помнить. Слава Богу! Сейчас мы помолимся и попросим, чтобы Господь благословил их и их подготовку. Встанем для этого. Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что в церкви нашей есть молодые люди. И мы благодарим Тебя, что Ты создаешь семьи. Благодарим за Ярослава, за Дину, что они нашли как-то друг друга, что Ты даешь расположение сердцам их и любовь взаимную, что они хотят создать семью. Господи, мы очень просим, благослови их сейчас. Благослови их в этой подготовке. Да будет Твоя милующая и благодеющая рука над ними. Господи, мы молим, чтобы Ты сам повел их в этот путь и чтобы от самого начала Твоя милость пребывала над ними. Сохрани их от греха, от зла, от всего того, что Тебя не славит. Мы молим Тебя об этом и придаем их в руки Твои святые. И чудный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Богу. Присаживайтесь, братья и сестры. Если кто-то приготовил цветы, мне кажется, они очень неожиданно это сделали сегодня, вы сможете после подойти, после собрания подойти к ним и поздравить их вот с этим знаменательным днем. Некоторые объявления. Значит, братья и сестры, на этой неделе у нас отменяются все служения, наши традиционные служения, кроме русской школы. Русская школа состоится у нас. Все остальное, спевки, служения, разбор, все отменяется. И, значит, в среду в 11 часов молитвенное собрание не отменяется. На этом собрании будет присутствовать Николай Андреевич. И мы приглашаем всех наших старцев и старец, пожилого возраста людей, прийти в среду. Это служение будет специально для вас, для старшего поколения. И на этом служении будет принимать участие Николай Андреевич. Кроме этого, каждый вечер с 7 часов, каждый вечер с 7 часов, кроме следующей субботы, в субботу мы сделаем перерыв, потому что там у нас есть еще одно мероприятие, бракосочетание брата и сестры нашей, еще ряд мероприятий. С 7 часов в здании нашего дома молитвы мы будем встречаться для тематических общений. Каждую тему будет проводить Николай Андреевич. И форма служения следующая. Ну, наверное, хор споет вначале, споем вместе, краткое слово перед молитвой, слово участие брата. И после будет возможность для вопросов и ответов. Не только по темам, которые будут звучать, но по любым вопросам. Поэтому, пожалуйста, дорогие братья и сестры, приходите. Дорогая молодежь, приходите. Дорогие подростки, приходите. Это важно. Будем ценить то, то, что сегодня Господь нам дает в своей драгоценной церкви. Поэтому будем приходить, не будем пренебрегать. Каждый вечер с 7 часов. Сегодня у нас тема на вечернем служении будет следующая. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Актуальная тема, правда? Завтра тема будет следующая. Встревоженные. Знаете, сегодня, ну, действительно, немало братьев и сестер есть, которые находятся в какой-то постоянной тревоге. Все вроде не так, все вроде не эдак. Ну, это реальность. Приходите. И приходите не только встревоженные, но и те, которые сегодня не встревоженные, чтобы не оказаться в этой категории, да? Которые встревожены. Я не буду дальше называть темы. Темы вывешены на доске объявления. Вы можете подойти и посмотреть. Но на каждом служении мы будем объявлять, какая тема будет завтра. Кроме этого, если кто-то желает, может быть, личной встречи с Николаем Андреевичем, побеседовать, может быть, какие-то духовные переживания, проблемы, трудности, можете подойти ко мне, чтобы мы просто определились с днем, чтобы он не сидел все время там в доме молитвы. Если есть желающие, подойдите. Мы назначим appointment. И в определенное время, если много таких будет, мы отвезем его в дом молитвы с обеда, там, ну, условимся, когда, и вы сможете встретиться. Значит, на выходе находятся книги, автор которых тоже является Николай Андреевич. Поэтому, пожалуйста, у кого есть расположение, можно приобрести эти книги. И мы понимаем, что это и серьезная поддержка служения, которое совершает брат. Я попрошу сразу после этого служения братья, все братья Братского Совета и все руководители малых групп и молодежных, и общецерковных, пожалуйста, братья, сразу после служения пройдите сюда вперед. У нас есть один очень важный вопрос по подготовке предстоящего празднования вот четырехсотлетия баптистского движения в мире. Подойдите, пожалуйста, чтобы мы могли обговорить вот этот вопрос. По поводу четырехсотлетия. У нас в доме молитвы уже висит объявление, большое, красочное, и мы уже неоднократно говорили об этом. 21-го, это суббота, и 22-го, это воскресенье, ноября, у нас будут проходить особые собрания, посвященные четырехсотлетию баптизма в мире. Знаете, по-разному сегодня и к слову-то к этому относятся, но, братья и сестры, мы баптисты, и это наша история, это наша жизнь, и это будут особые собрания, как я уже сказал. Основным проповедником будет Виктор Гам. Значит, 21-го числа, суббота, с 11-ти часов, это собрание, на котором будут присутствовать все церкви, баптистские церкви, славянские, Портланда и Ванкувера, и, скорее всего, Сейлом. В 11 часов будет торжественное служение вот именно о нашей истории. В 5 часов вечера будет евангелизационное служение. И в воскресенье 22-го это тоже будет евангелизационное служение для молодежи нашей. И тема будет следующая – цена твоей жизни. На всех этих собраниях будет проповедовать Виктор Гам. Братья и сестры, пожалуйста, молитесь уже об этом. Большая подготовка была проделана. Мы, наверное, на протяжении 2-3 месяцев, каждый четверг, встречаемся при святерами. Каждый четверг обговариваем все детали. Я верю, что Бог обильно благословит, но нам нужно молиться. И каждая церковь в определенный день будет нести служение круглосуточной молитвой. Может быть, немножко поздно, но, тем не менее, еще не так поздно, что нельзя сделать. Вот только что подвезли сейчас вот такие листочки на нашу церковь. Я уже первый забрал. Это с 12 ночи до 10 минут первого. Девятое число – это наш день. Круглосуточной молитвой. Каждый может взять вот такой листочек, где будет указано четкое время, когда вам нужно будет преклонить колени пред Богом, кто в состоянии, и просить о благословении этих служений. Только что подвезли, они были сделаны к 11 часам утра сегодня. Я повторю, что поздновато, но, тем не менее, это другая церковь готовила это. На вечернем служении мы подготовим это по часам, чтобы удобно было разобрать. По 10 минут 9 числа, начиная с 12 ночи до 12 ночи, наша церковь молится круглосуточной молитвой. Подумайте, когда вы сможете, и вечером каждый из вас сможет подойти и взять время, которое подходит для вас. Я уже первый листочек забрал, поэтому вот начиная с 10 минут, с 5 минут, по-моему, там еще идет как совмещение, с 5 минут первого можно будет взять следующий листок. Подумайте, это на вечернем служении. В какой церкви будет служение? Объявляю. Значит, служение будет проходить, мы смотрели ряд зданий, которые подходили бы нам. Одни слишком дорого, другие слишком большие, третьи слишком маленькие. На субботу мы арендовали здание церкви Сулаймита, на утро и на вечер, здесь в Портланде. А на воскресенье мы арендовали здание церкви в Ванкувере, это американская церковь Church of God. Значит, два дня. Вся подробная информация, братья и сестры, с адресами на доске объявления у нас. Все понятно? Хорошо. Братский совет и братья-руководители малых групп, после служения я вас жду здесь. Молитвенные нужды. У нас много радости, много благодарностей. Слава Богу. Семья Панченко благодарит за свою дочку Элу. У нее день рождения и просит помолиться о благословении. Мы обязательно это сделаем. Семья Эльницких благодарит за сына своего Давида. У него тоже день рождения. И тут и друзья записку тоже передали. 19 лет. И также семья Чварун благодарит за своего сына Дмитрия. 21 год. И просит помолиться о благословении. Молодые люди, мы будем молиться о вас. И мы присоединяемся к поздравлениям ваших семей, ваших друзей. Бог вас да благословит. И у нас целый ряд благодарностей о благополучных переездах, перелетах. Марина Ватвейченко благодарит. Мы молились несколько раз за мужа Игоря. Здесь он не здесь. Заочно познакомились. Значит, при собеседовании. Вот Игорь. Слава Богу, что все благополучно. И он мог приехать. Мы благодарим Господа. Бог да благословит здесь. Слава Богу. Также благодарят за благополучие поездки в Россию. И семья Остапенко тоже благодарит за благополучный перелет мамы. Слава Богу. И нужды. В предстоящий четверг будет экзамен. Просит сестра, не указала свое имя. И просит помолиться, чтобы сдать все на отлично. Мы помолимся, чтобы Бог благословил. Также семья Бурыкиных просит помолиться за своего отца Леонида. Он заболел. И мы будем молиться, чтобы Бог благословил. И также особая записка. Семья Свинцитских. Сердечно благодарим Господа. Дорогая церковь. Три восклицательных знака. Сердечно благодарим Господа, что Бог проявил милость в нашей семье. Бог спас от смерти нашу дочь на прошлой неделе. Слава Богу. Она сегодня вместе с нами. Я не знаю деталей, но мы от всего сердца присоединяемся к этой благодарности. Слава Богу, что Бог близок к нам и хранит. Итак, вот такие вот у нас есть нужды благодарности. Значит, братья и сестры, мы заканчиваем служение. Но прежде, когда передают приветы, когда не передают, есть ли к нашей церкви приветы? Пожалуйста, Владимир. От Ярла Николаевича Пестия сердечный привет. Принимаем. Давайте от московского братства тоже примите привет. От многих церквей, которые в Москве, они вас тоже приветствуют. И ты, во и Господа, Иисуса Христа. Московские церкви приветствуют нас. Пожалуйста. Одесская? Макеевская церковь. Принимаем. Запорожская церковь. Но этого брата мы уже знаем. Мы очень рады его видеть. Мы приглашали Романа Васильевича. И он приехал сейчас на два месяца для того, чтобы заниматься с нашими музыкантами. Слава Богу. Принимаем привет из Запорожья. Пожалуйста. Спасибо. От Макеевки еще один привет. Да, чувствуется та сторона, присутствует в нашей церкви. Пожалуйста, есть еще приветы? Волгоград и от детей. Благодарим. Давайте поблагодарим за приветы. Сердечно благодарим. И просим, тот, кто будет куда-то отъезжать, может быть, писать, звонить, передавайте сердечный привет от нашей портландской церкви. Просим. Помолимся в заключении. Отец Небесный, сердечная благодарность, что Ты обильно благословил наше служение. Благодарность Тебе за все те уроки, которые Ты преподаешь нам из Слова Твоего святого и драгоценного. Слава Тебе. Господи, я хочу простить Тебя за Твою церковь, за Твой народ. Мы по всему видим, что Ты скоро придешь, и нам предстоит пережить встречу с Тобою. Благослови и приготовь нас к этой встрече. Господи, я хочу попросить Тебя лично за себя, приготовь меня к встрече с Тобою. Любящий пастырь, я очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил детей Твоих, чтобы Ты благословил каждого из нас в хождении пред лицом Твоим, чтобы наше хождение было угодным Тебе, святым и чистым. Господи, Ты видишь, что мы вступаем вот в эту неделю, и каждый вечер у нас будут особые собрания, тематические собрания. Господи, благослови. Благослови и дай силы вот и Николаю Андреевичу, и духовной, физической силы. Помоги, чтобы эти служения прошли в силе Святого Духа, назидательно. Влеки наши сердца, Господи, в эти собрания. Господь, мы хотим благодарить Тебя вот вместе с семьями, которые благодарят за своих детей, за дни рождения. Благослови каждого в отдельности, и да будет Твоя милость над этими молодыми людьми. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты слышал наши молитвы, и вот благополучие во всех перелетах, переездах было. Слава Тебе! Господи, наряду с этим мы очень благодарим Тебя с семьей Свинцитских за их дочь, что Ты сохранил. Мы не знаем деталей, но вот они благодарят Тебя, и мы присоединяемся к этой благодарности. Любящий пастырь, мы хотим попросить Тебя за сестру, которая просит о экзамене в четверг. Дай ей сдать, но отлично этот экзамен. Дай ей разумения и мудрости, и хорошей подготовки. И очень просим Тебя за брата Леонида. Уврачуй, простри Твою руку и подними его с этого одра болезни, чтобы он мог пребывать в здравии, в том числе и физическом. Благослови его. Господи, мы молим Тебя за нашу страну. Благослови. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил президента страны нашей и дал бы ему покаяние. Мы молим Тебя, Господи, Ты видишь, что был принят этот безбожный закон в соседнем нашем штате Вашингтоне, уравнивающий права вот этих ненормальных семей. Мы Тебя очень просим, чтобы Ты смиловался над нами и поставил предел вот этому беззаконию, чтобы оно не распространялось. Любящий Господь, распусти нас сейчас с Твоим божественным миром и благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим!